Всем привет! И мы с вами практически отстрелялись. Осталось всего ничего. Последний турнир, находящийся в Северной Америке. US Open. Финальный из турниров Большого Шлема. Давайте последний раз глянем на статистику нашего спортивного мешка. 56 эйсов, 292 уиннера форхендом, 167 бэкхендом, 207 слету. И, кстати, у нас сеточник получился практически. Рискованный удар 145. На своей подаче 90% геймов выиграно и 83% геймов выиграно на подаче соперника. 77 невынужденных ошибок, 1, то есть одна двойная. 30 матчей сыграно, 30 выиграно, 0 проиграно. 100% результат. Давайте постараемся не запороть его. И, как обычно, Жан-Мишель Гэмбел во втором матче, как обычно, будет Себастьян Грасьян. А снизу, что нас ждет, Сампрос, Блейк и Молеру. Вот с Джеймсом Блейком мне бы встретиться действительно хотелось. С ним мы еще не играли. Ну, а это Гэмбел. Все будет по стандартной схеме. Ну и снова Гэмбел такой, опустивший голову, ковылял на корт. Ну, мы его можем понять. 15-0. Уверенно начинает Фернандо. А у Гэмбела уже с самого начала матча ничегошеньки не клеится. Но мы с вами к этому уже привыкли. Мало кто способен оказать достойное сопротивление Фернандо Вердаске. И уж Гэмбел точно таковым игроком не является. Мы с ним чаще всего играли. Мы его лучше всех знаем. Так что ко всему уже готовы. Вряд ли что-то новое сможет продемонстрировать Жан-Мишель Гэмбел. Но такое тоже бывало. И даже с более слабыми теннисистами такое бывало. Так что ничего тут страшного не произошло. Все в порядке. Ошибка и по направлению, и по длине. Как-то расхлябанно начинает этот матч Фернандо Вердаско. Нужно собраться. 40-0. Абсолютно никакой веры в себя. Фернандо, что же с тобой случилось? Вот это на тебя уже немножко больше похоже. Но еще бы на вылет принять подачу. Вот тогда да. Тогда можно говорить, что это действительно Фернандо, которого мы знаем и которого любим. Но пока что не клеится. Пока что не клеится. Все, что делает Фернандо на данный момент, это портит свою статистику. Статистику спортивного мешка. Так что давай. Соберись. Исправляйся. И бери уже последний титул. Как-то проблемно, я не понимаю из-за чего. Все, вперед, пошли, выходим. Сетки атакуем и заколачиваем. У тебя же хорошая подача. Так и иди вперед, атакуй. В чем же проблема? Вот такую игру и показывай. Именно это и хотят от тебя американские болельщики. Несмотря на то, что Жан-Мишель Гэмбел, по-моему, сам и представляет Соединенные Штаты. Забегание под Форханд и феноменальный удар. Но в исполнении Фернандо мы этих ударов уже столько видели, что как-то уже вроде бы и феноменальным его сложно назвать. Вроде бы и незаурядный удар. Но так часто его видели, что он становится и обыденным с другой стороны. А вот со стороны Гэмбела, да, это смотрелось так живенько, новенько. Гэмбел редко радует своих болельщиков подобной игрой. Но, несмотря ни на что, двойносит болты у Вердаско. И, я думаю, тут все решено. Забегание под Форханд. Еще раз, еще раз. Пришлось пробить Бэхэнда. И Гэмбел не выдерживает. И ошибается. Первый сет за Вердаско. Укороченный удался Гэмбелу. Неожиданно застал врасплох Вердаско. Но Вердаско-то и сам умеет делать укороченные. И... Он даже с подачи умеет делать укороченные. 30-15. 40-15. Вот только подумал перед последней подачей. Как-то странно. До сих пор ни одного Эйса со стороны Вердаско. И тут же... Фернандо выполняет Эйс. А потом еще люди говорят, что нет, мысли не материальны, ничего подобного. Да вот, в ту же секунду. Только подумал, а оно уже произошло. Что он там танцует? Соберись, Гэмбел. Мне же неинтересно против такого оппонента играть. Который ничего не может. Ух ты! Это что было? Жанн. Так неудобно подойти к мячу, совершить какой-то... Разворот прямо перед ударом и умудриться вот попасть. Кто тебя такому учил? Это противоречит всем канонам игры. Так никто не делает и никто бы этого не попал. Просто повезло. Вот как надо делать. Понимаешь, Жанн Мишель? Вот так. Подойти. Размах большой. И удар со всей силой. Приложиться конкретно к мячу. Кстати, тут у нас вообще два стула стоит. Я аж так засмотрелся на те два стула, что пропустил Эйс. А это конец, да? Да. 30-40. Вон, стул. Еще один стул. Нет, это один стул. Там просто перила. Мне показалось, что это не перила, а сидушка стула, который стоит за ним. Да как же бегает этот Жанн Мишель. 2-0. Матч как бы складывается легко, но постоянно возникают какие-то микропроблемы. Но не на этот раз. Аж подпрыгнул на задней линии, чтобы достать до этого мяча. Посмотрите. Подпрыгивает Вердасту и лупит. Укороченный. Добегает Гэмбил. Получает свечу, но он был готов к этому, поэтому розыгрыш все еще не выиграл. Ой, аут! Почему? Почему же аут? Все правильно было сделано. Какие вращения? 5 тысяч... 5 тысяч плюс, наверное, оборота в минуту было. Ау, ты же по звуку что-то разбил Жанн Мишель Гэмбил. Двойной матчбол. Что же придумает Вердасту? Просто укороченный мяч, до которого Гэмбил уже не добегает. Легкая победа Вердасту и Себастьян Грусьяна. Снизу, как и ожидалось, Питт Сампрос и Джеймс Блейк. Ну, как бы, два представителя Америки. Зрители, наверное, будут поддерживать их. Но нам это не помешает. Хотя для начала нужно пройти самого еще и Грусьяна. А он оппонент не из слабых. 15-0. Главное сразу показать свой настрой. Что мы не намерены проигрывать. Что с самого начала будем атаковать, атаковать и атаковать. Все-таки попал Грожан. Давайте поменяем камеру. Матч все же серьезный. Соперник не абы кто и посмотрите. Грожан выиграл одно очко, проиграл три. Но уверен в себе. Гораздо больше, чем Вердасту, у которого комфортный счет. 40-15. Иейсов завершает первый и дебютный гейм этого матча Фернандо Вердаско. И теперь смотрим внимательно, как же сыграет испанец на приеме. Не нащупал игру Себастьян пока что. Думаю, нужно пользоваться этим. Открыл весь корд Грожан. И Вердаско пробил свечой туда, куда надо. О, тут был хорош Грожан. Наверное, Вердаско ожидал, что после второго удара из мертвой зоны Себастьян пойдет ближе. И напорится на эту свечу. Но Себастьян продолжал стоять там же, где и был. Два подряд реверса. Давайте-ка посмотрим еще раз. Ну и прям самая подходящая камера для этого. Вот, смотрите. Первый реверс и второй реверс. Если вы что-то увидели, то я очень рад. Я, играя на телевизоре, который больше, чем ваш монитор. Ну, скорее всего, вдруг нет. Не смог разглядеть, что же там происходило. Но если вы увидели, это очень хорошо. Когда либо у вас мега-огромный монитор, либо у вас орлиный взгляд. 2-0 в пользу Вердаско и он на подаче. Ух ты, какой удар прошел у Грожана. Какой коротенький кросс-корд. Очень был неожиданный и правильный удар. И все, еще не может нащупать свой удар. Себастьян ошибается всякий раз. Ошибается. Бежим назад. Теперь туда. Все, угадывал Вердаско, но этого не хватило. Он не смог перехватить нить игры. Ой, опять попадает Грожан этот сумасшедший удар. Как он это делает? Тут был классический розыгрыш в исполнении испанца. И еще один. Главное, что проходит первая подача. А когда проходит первая подача, то и в розыгрыше куда меньше проблем. Ну, я имею в виду хорошая первая подача. По месту, которая выбивает оппонента. Заставляет бежать к центру корта. 3-0. Очень легко. Взял этот сет Фернандо. Ну, так и должно быть. Это же чемпион. Это лучший в мире игрок. Даже если бы он играл одновременно против двух оппонентов, я думаю, он бы справился с поставленной задачей. Ну, по крайней мере, если бы он не справился, то сопротивление было бы достойным. Хорош, хорош. Так спокойно, уверенно, без суеты. Так и должен действовать чемпион. Чемпион 1, пожалуйста. 1-0. Кто же будет нашим соперником в финале? Хотелось бы, чтобы это был Блейк. Мы с ним ни разу не играли. Все, гражан никакой. Гражан полностью сник. Ожидал я сложный матч, но не получил таковой. Ну, давай. Забегание под Форханд. И четкий удар. Кросскортом с Форханда. Давай, давай, давай. Оттуда. Браво. Никаких шансов не оставляет он французу. А француз вообще в себя не верит. Это самое дно. Теперь он ничего не сможет сделать. Даже сейчас ожидется. Нет, не ошибся. Спокойно, не форсируя действий. Он забил. Выиграл очко. Может, что-то еще получится. А может и не получится. Ух ты. Получается, кстати. Получается. 30-0. Зря мы заранее списали француза. Ух ты. Какой удар был. Какая траектория. И как по месту попал Себастьян. Это он зря. Что это был за удар? Дорожан, как ты мог в такой момент совершить такой безрассудный удар? Посмотрите, что это? Он просто подставил ракетку и тихонько ударил в самый угол корта. Всем удачи и пока. Это было. И он поверил в себя. И он подключил сильные подачи вновь. Ну, по крайней мере, первую из них. Вторая уже никакая. Поэтому лупим изо всех сил. А сейчас? Да, он подключил вновь сильные подачи. А стоило ли, Себастьян? Мне надо вернуть тебя на дно. Опять. Да хватит уже. Это тебе не поможет. Матчпоинт. Ну, может, все-таки послабее стукнешь? Да. Он понял, что... Зря он тут во что-то поверил и решил даже не отбивать этот удар. Замахнулся и не попал по мячу. Ай-яй-яй, все-таки Пит Сампрос. Черт возьми, хотел же с Блейком сыграть. Ну, Пит Сампрос так Пит Сампрос. Он скатился в рейтинге и этот финал, думаю, ему немножечко да поможет. Но вдруг он даже сможет навязать борьбу и матч получится интересным. Все-таки играет дома. И достаточно уверенно он начинает этот матч. Стоит ли нам опасаться Пит Асампроса, я даже не знаю. После первого матча у меня сложилось впечатление, что Сампрос не является опасным теннисистом. И не думаю, что у нас могут какие-нибудь проблемы с ним возникнуть. Вот и все, счет ровно. Вердаско в своей стихии. В атаке. Сампрос уже даже боится идти вперед. Пытался что-то сделать с задней линией, но ничегошеньки у него не получилось. И Асам завершает первый гейм Фернандо Вердаско. То, что 0.40 проигрывал, так это так. Разведывательные действия со стороны испанца. Ничего критичного не произошло. А вот Сампросу свою подачу стоило бы взять. Иначе все. Поражение. Ох ты, какой удар от Фернандо Вердаско. Подловил он Пита. И еще раз подловил Пита. Он знал, что Сампрос пойдет к сетке после своей подачи. Потому что ничего больше Сампрос делать не умеет. Ну вот, вышел к сетке и получил свечу. Все. Даже не знаю, что тут за Сампроса надо предпринять, чтобы вернуться в игру. По 15. Ну вот, активные действия. Выход к сетке и... Виток положительный для американца, коим он не является. Сампрос, как я уже говорил, грек и еврей. Но выступает за Соединенные Штаты. Ровно. Тут все правильно делал Питт, но надолго ли его хватит? Вот в чем вопрос. И, как мы видим, ненадолго. Сетпоинт Вердаско и... Первый сет за испанцем. Очередную баранку отвешивает своему оппоненту. Фернандо. Ну и к этому мы с вами уже давно привыкли. Что же делает Сампрос? А Сампрос выполняет прекраснейший удар. Ну и Фернандо умеет это. И Фернандо, говорю, умеет это. Что он нам только что и продемонстрировал. Тем самым показав Сампросу, что не надо начинать такую игру. Потому что тебе в ней ничего не светит. Вердаско это же теннисный бог. Он может все. И победить его просто невозможно. Ну вот и все. Как же все легко и просто, глядя на игру Вердаско. Кажется, что вот сам вышел бы на корт и так же мог сыграть. Настолько расслабленной, кажется, игра Фернандо. Вроде бы он и не старается. И все получается так легко и просто. Но это обманчиво. Посмотрите, как он носится и все равно проигрывает. Теннис это сложнее, чем кажется. Вот был у меня в универе, да, такой знакомый даже практически. Ну, больше всех я с ним общался. Артур такой. И он как бы играл практически во все игры. Ну, не компьютерные, да, а вживую. Там и футбол, и бейсбол, и баскетбол, и волейбол и так далее. А вот в теннис не играл. А, и в настольный теннис он очень хорошо играл. И занимался настольным теннисом. В большой теннис никогда не играл, да. Ну, и вот во все игры, в какие бы он ни играл, да, у него все получалось. Он был в них хорош. Ну, и думал, что в теннисе тоже все получится. И пошел как-то со мной на тренировку тенниса. И что бы вы думали, а вот нифига не получалось. И хоть и посетил он несколько тренировок, но так у него ничего и не получилось. Эта игра в самом деле сложнее, чем все остальные. И гораздо сложнее, чем она вам может показаться. Поэтому меня даже немножко удивляет уровень женского тенниса, да. И те удары, которые они выполняют. Потому что я-то знаю, насколько это сложно. И я знаю, ну, скажем так, способности женщин в той или иной сфере. И то, что у них это получается, действительно неожиданно для меня. У них мало что нормально получается, но как бы теннис-то получилось. Ну, в большей степени я сейчас говорю именно о драйв-волле. Это удар, который мужчины практически не пользуются. А у женщин он чуть ли не стандартный. Если выходят к сетке, то пробивают драйв-волле. Это удивительно. Матч-поинт. Последнее очко в этой игре. Запомните его. Нет, оно не последнее. Пит Сампрос сыграл в стиле... Фернандо Вердаско забежал под Форхенд и влупил со всей силы. Вердаско хотел Around the Net сыграть. Посмотрите, между стульчиком и сеткой. Ниже уровня сетки. И на ней удалось. Пит Сампрос хотел взять этот гейм с помощью эйса, но не получилось. Кто ему даст? Никто. Но гейм он все-таки берет. Значит, финальный гейм в этой игре будет на нашей подаче. Ну и хорошо. Почему бы нет? Проведем его красиво. Вот так загоняем этого Сампроса, чтобы он надолго запомнил. Что, чтобы он надолго запомнил? Этот матч своего оппонента, которого он никогда не сможет превзойти. Побегай, Пит. Туда-сюда. Давай. Матч-бол. Эх, аут. Ну ладно, последняя подача будет кик-серф. Ну давайте закончим матч эйсом. Вот таки. Нет, не эйс. И плохой прием нам конец. Сглупил Пит Сампрос. Ой, сглупил. Все, плавным, спокойным ударом. Фернандо Вердаско оформляет сезонный карьерный большой шлем. Такое в морском теннисе, кажется, не удавалось никому и никогда во всей истории тенниса. Все, финальный кубок. Большой, красивый, позолоченный. Новый рейтинг первый. Все. Игра пройдена. Да, здесь есть еще множество турниров, но они нам уже не нужны, потому что мы достигли абсолютно всего. Давайте посмотрим записная книжка. Сначала мы были молодой ракеткой. Да, потом мы стали звездой. Что же здесь пишут? Войдите в верхнюю 70. А затем мы стали легендой. Для этого нужно было полностью натренироваться, выиграть один из турниров Большого Шлема и стать первым в рейтинге. А вот, кстати, и наши призы. Вот такие кубки мы выиграли. В Южной Америке, в Африке ничего. В Азии тоже ничего. В Океане все хорошо. И на Среднем Востоке мы тоже не играли. Ну вот. Что же у нас с рейтингом? Первый Фернандо Вердаско. Второй Куэртен. Третий Кёник. Четвертый Хьюитт. Пятый Блейк. Шестой Чанг. Седьмой Огису. Восьмой Пицампрос. Девятый Друсьян. Десятый Тупур. Патрик Сэнс. Некий Патрик Сэнс. Одинстый. Жерар Гиде. Двенадцатый. Хакмауи. Димитра Чебакман. Уилет. Роб Рэдл. Хара. Мастерс. И Томас Арая. Замыкает первую двадцатку теннисистов. Ну, а дальше давайте посмотрим, кто же опозорился. Ну, кстати, Питер Хьюстон-то поднялся в итоге в рейтинге. Даже в тридцатку вошел. Что ж, можем за него порадоваться. Ух ты, Жан-Мишель Гэмбелл. Тридцать седьмой. Ай-яй-яй. Ну, Сальвадор Рио. Скванг-Ванг. Я-то думал, что ты стоящий теннисист. Но нет. Кен Нэш. Также нам знаком. Ну, и вроде бы... Вроде бы особо сильных теннисистов больше и не будет. Ну, посмотрим, кто же самый слабый теннисист по итогам нашего летсплея. Фернандо Каро. Наш тезка. Ай-яй-яй. А Энрике Фалькон. Аж девяносто шестой. Помню, он был сотым, потом стал девяносто восьмым. А сейчас аж девяносто шестой. Лист игрока. Тут ничего не изменилось. Мы заработали семь миллионов. Три из которых потратили. В спортивном мешке ничего. Финальная статистика. Шестьдесят тейсов. Ну, в общем, сами посмотрите финальную статистику. Тридцать три матча. Тридцать три победы. Тридцать три коровы. Карта мира. В принципе, это всё. Я постарался сделать этот летсплей максимально интересным. Рассказать вам побольше о теннисе, о правилах. Ну и так далее. Так что, с чувством завершённого долга, могу с вами уже и попрощаться. И сделаем мы это в Южной Америке. Под вот эту музыку. С неё всё началось. Ею же всё и закончится. Этот летсплей получился очень даже неплохим. И по игре, и по комментариям. Вроде бы всё получилось. И там внизу, оказывается, нам пишут, кто что там выигрывает. Димитрач выиграл Ченнай в Индии. Да, одновременно же проходит много турниров. Вот Монте-Карло. Вылет какой-то. Хьюитт выиграл Индиан Уэллс. Куэртен Цинциннати. Франц Кёник выиграл в Бухаресте, в Румынии. А мы выиграли турнир в Нью-Йорке. На стадионе Флэшинг Медлз. И в Лондоне выиграли. Ещё раз мы выиграли в Лондоне. Я не знаю, за какой период они пишут результаты. Да и думаю, не суть важна это всё. Выиграли когда-то. И молодцы. И мы с вами молодцы. Не проиграли ни одного матча. Оформили карьерный большой шлем. Да, как я и сказал, по-моему, никто никогда в истории морского тенниса этого не делал. Вообще, очень мало теннисистов, кто имеет карьерный большой шлем. То есть, это те, кто выиграл на четырёх основных турнирах. И Фернандо Вердаско с нашей помощью стал одним из них. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего летсплея. Я не знаю, что это будет за летсплей. Когда он будет, будет ли вообще. Ну, время покажет. Надеюсь, ещё услышимся.